История многомиллионного обмана началась еще в 2007-м. Тогда кандидат на условно-досрочное освобождение Павел Рогожкин заключал договоры долевого строительства. Появление нового микрорайона Теплый Стан в границах улицы Венцека, Садовой, Ленинской и Ленинградской 80 человек ждали с нетерпением. Люди купили квартиры, оплатили все деньги и жилья не получили, ни жилья, ни денег. Он ни одному человеку не выплатил ни копейки. Он что хорошо постель заправлял? За что его освобождать? Вообще, как это может быть? За крупное мошенничество в 2012 году Рогожкина приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также обязали выплатить потерпевшим все деньги. На строительство жилья многие отдали по два миллиона рублей и теперь вынуждены скитаться по съемным квартирам. Хочется, чтобы вернули деньги, хотя бы вернули деньги. Не говоря о том, что эти деньги мы заплатили в 2007 году, естественно, эти деньги мы могли бы купить двух-трехкомнатную квартиру. А сейчас... Отсидев уже половину срока, Рогожкин может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Уверяет, только выйдя из колонии, он сможет рассчитаться с долгами. Мое освобождение, наоборот, бы дало возможность с ними рассчитываться. Я не говорю сразу. Я бы предпринял все возможные меры. Поэтому я все-таки надеюсь, что люди изменят свое мнение. Пять с половиной лет ему очень мало дали мое мнение. Вот за каждого потерпевшего погоду добавили бы, а может быть, он немножко одумался бы. Если суд откажет Рогожкину, за решеткой ему быть еще полтора года. Где он собирается брать более ста миллионов рублей, чтобы раздать долги дольщикам, он не уточняет. Сейчас его судьба во многом зависит от того, что скажут обманутые им люди, которые вряд ли смогут просто понять и простить. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.